Способность брать вызовы. Это, наверное, моя самая главная сила, потому что я хоть и боюсь, но я все равно иду вперед, беру этот вызов, который предлагает мне жизнь, и помогаю самой себе открывать себе новые стороны своей личности и свои возможности. Да, моя мама сделала мне подарок и отправила меня на танцы. Этот подарок маленький. Тане вообще не понравился. Хореография — это занятие, просто занятие, постановка танцев, создание каких-то сюжетов, образов. Но в эти образы я вкладывала очень много своего опыта, много своих эмоций, воплощая это через свое видение. И на сцене мои ученики проходят через этот путь, который я проходила, ставя это хореографию, и, ну, разве это не жизнь. Маленькая, но жизнь. Мне кажется, эта совокупность и дисциплина разбираются, на самом деле, очень многое от физики, филологии, философии, психологии и всего, что только можно. Тут важен опыт. Опыт человека, который занимается хореографией, который непосредственно ставит, который танцует, и он может использовать абсолютно любые инструменты. Танцевальный коллектив можно выбирать семьей, потому что мы проходим через путь принятия друг друга, через воспитание друг друга, через какие-то конфликты, через помощь друг другу. И, конечно же, все это мы делаем в семье. Каждый выполняет свою роль в этой семье. Конечно, руководитель непосредственно следит за процессом и берет все ответственность для себя, но также есть и, допустим, отличники, которые вдохновляют друг друга на процессе, есть новые участники, которые позволяют взглянуть на старое новыми глазами. А самое главное, я считаю, это принцип уважения, взаимопомощи и внимания. В силе, я думаю, был главный принцип как раз-таки открытость, и мы откровенно могли поговорить с учениками на открытой, действительно сложной темой, и это помогало сблиниться на русском языке. Грань страивается, когда между учеником и руководителем появляется полное взаимопонимание и принятие. И тогда воспитанники делают очень хорошие результаты, они идут вперед просто семи милыми шагами. Но тут важно понимать тонкую грань, потому что переходя на эту грань, уже начинается поникатство, что чаще всего допускают молодые руководители. Почему это плохо? Просто потому что фокус ребенка тогда уже смещается в достижение цели, на Вячеславе. И, конечно же, это не идет на позицию. Ценное кое-что, это, конечно же, свое духовное развитие. В психологии я больше отношу к интеллектуальному развитию. Сегодня я продолжаю заниматься, но в жизни произошла немножечко смена моих жизненных взглядов. Потому что в моей жизни есть обе эти сферы. И на самом деле лично мне это помогает смотреть на вещи шире. Когда мы подкованы с разных сторон, мы становимся более свободны в проявлении своих творческих способностей и своего введения. Поэтому на месте психологии ванла поднимает другая дисциплина. И я думаю, с хореографией это всегда будет хорошо. Хореография и психология похожи тем, что обе дисциплины помогают выразить свои эмоции и возвращаться к своей телезности. То есть у нас есть уровень эмоций, на уровне тела. Психология и хореография помогают выражать свои эмоции и свои чувства. И очень важно глубокое понимание обеих дисциплины, потому что тогда мы можем более точно выразить себя на то, что хотели сказать. И танцы, и словами, и вообще сами понять себя. На уровне тела, на уровне мусора. Это не из моей жизни, но танец, каким люблю его я, каким его вижу я, на этих страницах уже и нет. Он остался где-то здесь, в моих прошлых книгах. И теперь я иду дальше. Самый эмоциональный момент в моей хореографии, это была постановка моей злобной работы. Я ставила танец, он назывался номером и имя, но в черноморском его знают как память и жертвы колокола. На самом деле я думала, что это самая провальная моя хореография будет, потому что как раз таки движений, хореографии, лексики не было абсолютно мало, абсолютно непонятно. Но когда я увидела свой результат на сцене, я стояла за полицами, в суете, переодевалась из номера в номер, я просто замерла, и я была в шоке, я стояла, неподвижно у меня текли слезы. И я поняла, насколько точно я смогла передать все те ужасы, которые происходили, по-другому не скажешь. Как точно я смогла это передать, что даже сама расстроилась из-за этой вот истории. Я, на самом деле, очень счастлива, что у меня была такая возможность быть красной королевой. Я давно мечтала выступать на сцене именно в качестве актера, но это очень давняя мечта, конечно. Для меня быть красной королевой была возможность экологически выпустить все свои темные стороны, все какие-то свои негативные эмоции, и при этом сделать это творчески, сделать это с пользой, так как пришли люди, еще и получить их отдачу. То есть это линия искусства. Чем мне похоже, так это, наверное, я все-таки умею анализировать причинно-следственные связи, стараюсь идти на компромисс. Сила Красной Королевы, я считаю, в том, что она не боится объявлять о своих желаниях, пусть они и не самые приятные, и она не боится обидеть эти желаниями кого-то. И в каком-то смысле, я думаю, многим из нас стоит это учиться. Я думаю, Красная Королева – это как переосмысление моих каких-то сторон, которые я могу не увидеть. Вносить в себе. Индия помогла мне окунуться более в духовное направление, в духовное саморазвитие, потому что Индия, она как бы, можно сказать, родина духовных практик, таких как йога, медитация. И не заниматься этим там было невозможно. Оно как-то само собой получалось, что ты к этому приходишь. Не через какие-то цели, что мне нужно заняться, а вот само происходит. И на уровне сознания тоже. Ну и вдобавок, помогла мне переосмыслить мои взгляды на мир, потому что, как видишь, как живут люди, другие люди, не всегда они живут хорошо, ты уже не можешь по-старому смотреть на службу. Это новые люди, новые ситуации, новая страна. И это помогает подсветить все то, что есть и было во мне. Просто я восьми дня не обращала на это внимание. Ну, никто не может понять мое творчество глубже, чем я сама. Но моим родным всегда интересно, чем я занимаюсь. Я всегда получаю поддержку. Я всегда могу на них положиться. И этого недостаточно. Тут важно понимать, что силу важно брать не из внешних источников, а из самого себя, из внутреннего стержня. Когда мы переносим опору на других людей, мы можем в какой-то момент остаться без него. На других людей, событий или какие-то моменты в нашей жизни. Мы можем просто остаться без опоры. Когда мы взращиваем опору внутри себя, нас ничто уже не может сломить. Это сила чистая, это сила настоящая. Конечно, хорошо, когда мы можем еще брать силу из дни. Но в первую очередь нужно взращивать эту силу в себе и находить ее в себе. Моя сила в вызове. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok